здравствуйте дорогие друзья меня зовут вера черневич я владелец мастерской сладких подарков пряничный терем и руководитель большой пряничной онлайн-школы сегодня я хочу поговорить с вами о новой смеси об альтер микси это по сути сухой белок с небольшими добавками на котором можно делать белково-сахарную глазурь мы в нашей пекарне уже несколько лет работаем на альбуфиксе это примерно такая же смесь и вот сейчас вышла новинка от альтер компании которая выпускала всем известный альтер айсинг альтер софт они также сделали смесь которая называется альтер микс вот так вот она на данный момент выглядит и конечно же сразу возник вопрос насколько она аналогично лучше хуже чем то что уже было на рынке поэтому я решила сравнить с той смесью на которой мы много лет работаем для того чтобы понимать можем ли мы ее заменить лучше она хуже она или такая же также мы будем использовать сахарную пудру для того чтобы замесить глазурь вот здесь у меня альбуфикс и начнем с внешнего вида по внешнему виду они очень похожи мелкий порошочек такого кремового цвета вот здесь у меня насыпан уже нужное количество альтер микс а может быть он немножко более кремовый но в целом очень похож по текстуре очень мелкий помол что там что там по составу они практически идентичные единственное по сроку годности альтер микс 12 месяцев альбуфикс 9 месяцев что в принципе является конечно плюсом альтер микс а потому что если он хранится больше то с ним удобнее работать с его удобнее закупать но кстати всегда когда вы закупаете любую смесь для глазури обязательно смотрите сроки годности чтобы вы успевали ее использовать срок потому что после сроков годности она будет уже терять свои свойства и будет глазури не настолько удобно в работе для того чтобы приготовить глазурь нам необходима сахарная пудра в данном случае мы будем брать килограмм сахарной пудры здесь уже просеянная сахарная пудра мы просеиваем абсолютно все компоненты для того чтобы избежать каких-то мелких кусочков но надо сказать что не в сахарной пудре от альтер айсинга не в альтер миксе но в принципе и в альбуфиксе тоже никаких особо примесей даже при просеивании на мелком сите я не обнаружила то есть спокойно просеивается через мелкое сито не остается никаких крошечек поэтому тут смеси идентичны вот ведь чтобы сравнить с сахарной пудрой он такой кремовый состав в принципе хороший что у альбуфикса что у альтер микса то есть там нет каких-то вредных примесей там только немножко лимонной кислоты стабилизаторов и ароматизатор ванильный так чтобы ваша глазурь еще вкуснее пахло и добавляем у нас килограмм сахарной пудры 30 грамм смеси в данном случае альтер микс и 150 миллилитров воды можем залить сначала чуть поменьше посмотреть чтобы не было жидко потому что тоже по влажности разное бывает потом болеть в конце замешивать глазурь лучше всего на планетарном миксере если планетарного миксера нет то конечно же можно на обычном миксере это сделать на небольшой скорости лучше насадками для перемешивания включаем на маленькую скорость я высыпала пока полкило сахарной пудры сейчас еще вот в той мисочке у нас было полкило и сейчас вторую попу второе полкило мы высыпаем и продолжаем замешивать можно в принципе все сразу что-то Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая смесь у нас получается Снимаем со стеночек То, что могло не промешаться И еще домешиваем буквально пару минут В целом замешивать можно недолго Здесь у нас килограмм Это можно минут 5 в общей сложности замешивать Если меньше, может быть даже и чуть поменьше 5-7 это вот для достаточно большой порции Насадкой для перемешивания на низких оборотах Как вы видите, она не белоснежная Потому что здесь нет белого красителя Диоксида титана в составе Но в целом это не является минусом Потому что при желании вы можете добавить самостоятельно Но если вы делаете, например, цветную глазурь То отсутствие белого красителя внутри является только плюсом Потому что вам понадобится меньше красителя Для того, чтобы сделать глазурь нужного цвета Поэтому я за то, чтобы смеси были по возможности без белого красителя Соответственно, альтермикс это хороший вариант Для того, чтобы замесить Альтермикс или альбуфикс Для того, чтобы замесить глазурь И потом уже, если нужно ее докрашивать Отбеливать Хотя, в принципе, и такой цвет неплох Либо окрашивать другими красителями В целом глазурь, которая получилась, мне нравится Она эластичная По виду очень похожа на то, что мы делали на альбуфиксе Но сейчас для чистоты эксперимента Мы сделаем то же самое на альбуфиксе И попробуем обе глазури в работе Сравним по цвету, по эластичности, консистенции И так далее И по тому, как это в итоге смотрится на пряники Вот такая получается глазурь Перевзбивать ее не нужно Чтобы не было перенасыщенности пузырьками Но в целом хорошая, эластичная Приятная Пахнет очень приятно ванилькой Теперь делаем то же самое Только на классическом альбуфиксе Добавляем сразу килограмм пудры Не будем по полкило Сделаем сразу И альбуфикс Альбуфикс или любую смесь Лучше сыпать после пудры Для того, чтобы она не оставалась по стеночкам Она хорошо перемешалась И 150 миллилитров воды Альбуфикс Убираем В бутылочку Ох, он Elan В Sinnесе Сверху Но Сверху 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 и Сверху 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Как же на самом деле они себя ведут и являются ли удобными. Теперь давайте попробуем эти смеси в действии. В данном случае я взяла глазурь базовой консистенции, то есть контурной, ту, которую мы только что замесили и посмотрели, как она замешивается. Разложила в небольшие пакетики. Начнем с альтермикса. Просто срезала кончик. И обводим наш пряничек. По ощущениям глазурь вполне эластичная, ложится хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Мне понравилось с ней работать. Каких-то больших отличий от альбуфикса я не увидела. Давайте проведем... Оформим второе сердечко при помощи глазури на альбуфиксе. Также хорошая, эластичная, удобная в работе глазурь. Может быть чуть-чуть потолще я открыла пакетик. Вот этот вот. Но в целом по ощущениям какой-то разницы между этими двумя глазурьями я не наблюдаю. Дадим каемочке подсохнуть чуть-чуть. Их зальем глазурьями, которые также я сделаю одну на альтермиксе, другую на альбуфиксе. Зальем и посмотрим, как глазурь ведет себя в заливке. Чтобы потом было легче отличать, я сделала две немножко разных по цвету заливки. Одну чуть более темную, больше красителя. Другую чуть более светлую. И заливаем наш пряник. С учетом того, что пряничек у нас такой достаточно выпуклый, я делала не очень жидкую глазурь, чтобы она не стекала. Также можно заливать с обратной стороны пряника. Если вы хотите узнать побольше о различных консистенциях глазури, о том, как ее делать, какие бывают ошибки в приготовлении глазури, про разные консистенции, приходите к нам в онлайн-школу. С удовольствием все расскажу, покажу. И также, конечно, вы сможете научиться делать какие-то объемные, интересные вещи. А сейчас мы взяли такую стандартную густоту. Для того, чтобы просто залить пряничек. Заливка хорошая, эластичная. Хорошо разравнивается. Мы видим, что пузырёвчиков практически на ней нету. Если вдруг у вас большое количество пузырей, то, скорее всего, вы перевзбили глазурь. Заливая, стараемся разравнивать носиком. И потом в конце можно чуть-чуть потрясти, но не очень сильно, с учетом, что пряник у нас действительно такой довольно покатый. Заливая, стараемся разравнивать носиком. И можно будет учиться головой, simplemente начнется advertising ш committed, Заливая также наоборот, нужно попробовать глазурь, sẽ отмотать таб�кой��는 консистенции и нижни потом refuse. Но тогда выб survive то, Так же глазурь будет Тominion destin. хорошо растекается, разравнивается, каких-то отличий в заливке я не вижу. Посмотрим еще на то состояние, какое будет у сердечка в высохшем виде. Пока в целом все более-менее одинаково. При высыхании качество глазури также не сильно отличается в этих двух смесях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Таким образом на эксперименте в данном видео и также при работе в нашей пекарне я не нашла каких-то значительных отличий в этих двух смесях. Поэтому я могу со спокойной душой рекомендовать к использованию новую смесь Альтермикс. Наряду с Эльбуфиксом, на котором мы работали несколько лет в нашей пекарне, на Альтермиксе мы также поработали, посмотрели, сравнили и в целом могу сказать, что это хорошая качественная смесь, которая дает стабильный результат при работе с пряниками. Спасибо, что были с нами. До новых встреч! Если вы хотите еще больше погрузиться в мир пряничного искусства, добро пожаловать в нашу большую пряничную онлайн школу. Жду ваших работ с использованием новых смесей. Пишите в комментариях, использовали вы уже смесь Альтермикс, попробовали вы и какие у вас впечатления. До новых встреч! Пока-пока!